Прикиньте, мало того, что снегом засыпало. Так еще вся машина льдом покрылась. Прям куски льда. В водительскую чуть влез. Но пассажирская, не знаю, буду ждать, пока оттает. Просто куски прикиньте. Фух, чуть откопался. Всем привет, это канал Магистраль Жизни, меня зовут Сергей. Сегодня у нас с вами понедельник и наступила аномальная зима. Почему аномальная, я не знаю. Многие пассажиры ездят и такие, блин, да ладно, какого хрена снег пошел. Видимо, они забыли, что лет 5 назад это было нормой. Но сегодня речь не об этом, меня опять заблокировали. Сейчас я по порядку все расскажу. Смотрите, прикол, всегда мечтал такое сделать. Это вот стекло покрыто льдом. Сейчас мы опустим стеклышко. А лед остался. Я знаю, что если его пробить, оно посыпется мне в салон. Вот, дыра растаяла. Но я не могу этого не сделать. Все, чистота. Сейчас только выбраться бы отсюда. Потому что там прям все замерзло. Ага, немножко водит. Давайте в раскачку. Чуть назад. Чуть вперед. Еее, вылезли. И сегодня такое будет в каждом дворе. Ну а пока ждем, чтобы нас заботливый Яндекс разблокировал. Давайте поработаем. На линию. Ой, сразу, нифига себе, 19 с половиной. Я еще, блин, направление хотел включить. И почему-то забыл. Просто вышел на линию. 19 с половиной. Огонь, понеслась. Доброе утро. Вроде самая чистая дорога. Стратегическая должна быть. Я вообще не знаю, они походу вчера забили, но как-то вообще попал. Не, ну а там-то ехали по второму кольцу нормально. Потому что я вчера выходил там на автомат просто. И что-то ну-то вылез. Должны были вылезать. Ну на аквапарке я вот почему я нашу пить поищу. Да, сегодня это условия жесткие. Может просто воскресенье они забили. Ну может быть. В понедельник поищу. Хотя мне кажется, если бы они забили, мы бы вообще не проехали. Потому что они просто не справляются. Дальше туда? Да. Стопичем. А, парковки. Ну я думаю, здесь почищены. Спасибо. Хорошего дня вам. 30 рублей за этот заказ получился. Это очень неплохо, хочу я сказать. Ну кстати, паренек очень правильно сделал заказ. Ему вообще на Лебяжи этот самый аквапарк надо было. А он отметку поставил на победителей 118. Вот на этой парковочке, которая тут сбоку. Все, и там кишочком. Блин, ну это нормально. Серьезно? Ты считаешь, я сейчас туда поеду за зеленым? 11 километров подачи ехать на зеленый. Да, Яндекс Юморис. Ну и такие вот летят. Уже третий такой. Да, там, конечно, конечно. Вообще на дорогах очень экстремальные условия. Так, ну вот это уже получше. На Ленина комфорт плюс 11. Со жданников. Вот это я понимаю. Это нормальный заказ. Я, конечно, водитель не экстра класса, но как бы опыт у меня большой. И когда такие условия на дорогах, ну как бы лично мои действия, это максимально держать дистанцию, все делать плавненько, без резких движений. И херачить на пониженной передаче. Да, будет бешеный перерасход. Но зато мы доедем в целости и сохранности. Вы, вы знаете, дверь плохо закрыла. Промните. Закрылась? Она должна была. Может, это не ваша? Наверное, слева оттаяла. О, да, да, спасибо. С утра там заледенело все. Ну я слышу. Коркой. Коркой. Ну я тоже вот начал движение, слышу, что где-то шумит там. Правый. Здравствуйте. У вас просто адрес туда дальше. А где-то же далеко, наверное. Хорошо. Хорошего дня вам. До свидания. Короче, целый квартал не доехал, ну как бы, ну это странно. Да, я знаю, там негде встать, но я бы нашел. Очередной заказ победителю 39 плюс 5. Единственное, как неудобно, конечно, я встал, но ладно. Вернее, это не я встал, это заказ так прилетел. Я уже встал на поворот налево, а мне заказ туда прямо с разворотом. Ну ничего, выкрутились. Рассказываю, за что меня заблокировали. В одном из выпусках была вот эта вот мадам. Доброе утро. Слушайте, а вы можете не курить в машине? Ну, просто запах идет, я чувствую. Конечно. Идите по курице. Ну, идите по курице, а вы сами будете. Что? Извинились. И что? Ну я же вас не извинил. Идите. Ну, конечно. Еще раз спрашиваю. Которая наплевать на все правила и законы. Она, в общем, решила, что она умнее всех. И курила у меня тут вот в салоне во время поездки. И, в общем, не на того она нарвалась. Я ведь не из тех, кто будет сидеть, терпеть. И при этом еще отсасывать всю дорогу. Я просто остановился на ближайшей остановочке и высадил ее. Молодец, догадалась. Главное, видеть, что, блин, не проехать ни туда, ни назад. И сидит до последнего. А там пройти через один подъезд. Но это хотя бы догадалась. Потому что есть такие, что до последнего будут сидеть. Мол, вези меня, мразь, я деньги плачу. Слушай, нас стояли на просторе с патрулью. И нам надо было на воду в ту школу. И мы не могли понять подвигатору, как у вас дойти. Вызвали такси, доехали. А потом надо вышли уже обратно пройти. По графическим культивизмам твоих. Вы с простора на такси поехали? Ну да. А, я понял. Не, мы просто и опаздывали. Ну да, тут рядышком совсем. Два дома. Там дальше детский сад. Вон, следующая школа. Все, спасибо. Вы понимали, что происходит во дворах. Но как бы на дорогах тоже не легче. Все несчастья, так сказать, начались с того момента, как я это видео выложил в ТикТок. Да, теперь я есть и в ТикТок. Так, следующий заказ. Ну-ка. Победитель 106. Плюс 9,5. Ну, как бы норм. Сразу скажу, мне эта сеть абсолютно не нравится. Просто мне сказали, что обязательно нужно там быть для продвижения канала. Что, собственно, я и сделал. И после этого на меня, ну, столько дерьма вылилось. И оказывается, она своим поступком прям молодец. А я кусок говна. Можете почитать комментарии, которые мне там накидали. Я думаю, это касается весь обслуживающий персонал. Официанты, продавцы, водители такси, парикмахеры. Я думаю, это ко всем относится. То есть мы с вами для остальных не люди. И каким-то там образом эта мадам увидела это видео. И пожаловалась Яндекс, что, мол, с ней несправедливо обошлись. Когда-то там Яндекс пытался до меня дозвониться, не дозвонился. И сразу кинул блок, как он обычно делает. Мы сначала себя заблокируем, а потом разберемся. Так вот, выяснения пока еще идут. В данный момент Яндекс потребовал от меня справку о несудимости. Это очень странное требование. Но как бы я жду, пока она сделается. И сразу отправлю ему. Ну и как бы, надеюсь, после этого разблокируют. Ну и как бы наглядный пример справедливости в жизни. Что ее нет. Человек может сесть, расшатать вашу машину, насрать вам на голову. И вас за это заблокируют. Потому что вы его за эти поступки выгнали, видите ли, из машины. Вы должны были везти и говорить спасибо, что он наваливает вам. И просить, чтоб еще добавить. Доброе утро. С трудом, но добрался. Спасибо большое. Кажется, что не успели переехать. Надо скинуть балласт. Давайте я тебя заверну, чтобы не мешать. Спасибо. Хорошего дня вам. И вам тоже. Спасибо. Что-то, мне кажется, царей каких-то ждем. У них была подача, наверное, в 10 минут. В 5 с чем-то я уже был здесь. С той стороны получается? Что же сразу не сказали. И куда дальше? До свидания. Вот тоже где авокадо-головое. Садиться, что сразу не сказать. Там-то, там-то нужно. Просто я поехал бы абсолютно другим маршрутом. Не дворами вот так вот, а по Дзержинскому прямо с этой стороны заехал бы на парковку еще. Доброе утро. Вообще, наша сегодня с вами задача, это избегать зелень. Потому что в таких погодных условиях зелень противопоказан. Выставил я направление, так как оказался в центре. Ну и здесь местами зеленое, местами, наверное, плюс один, плюс два. А мне хочется что-нибудь пожирнее. Вообще, вот эти ситуации с блокировками как-то уже становятся привычными. Потому что не первый раз меня уже блокирует. Но все равно, как-то волнительно. Потому что в каждой ситуации непонятно, как поведет себя Яндекс. Ну что ж, я думаю, можно подвести итоги утра. У нас с вами почти 11 часов. 9 заказов, 91 рубль. А, и километров 94. По-моему, это неплохой результат. Направление я выключил, включился просто. Ну и что-то пока заказа нет. Наверное, надо в спальные районы углубляться. Потому что вот здесь какая-то зеленая дыра. Прилетел вот такой, плюс один. Несмотря на то, что он плюс один, зато он нас приведет в кэфчик пожирнее. Вот сюда. Я очень надеюсь, что он не потухнет до того, как я туда доеду. Доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Есено доброе. Не знаю, у каждого по-разному. У вас как? Не совсем. Не совсем. Да и у нас непростое. Здравствуйте. Добрый день. Так, ты это поставишь? Да. Все. Давай. Давай уже сходишь. Вот только там пристегнутся. Да-да-да, конечно. А-а-а-а. Все, пристегнутся. Дядь. Держи. Да. А, ты еще тут? Все, пока-пока. Ну, вы чего не делаете? Так он и показывает с этой стороны. Я что подумал, туда во дворе надо? Не так увидел. Добрый день. Добрый день. Интересно, заказ пришел. Единственное, здесь никого нет. Ладно, давайте там где-нибудь встанем. Заказ возле дворца на остановочке. Ну, так как там на проспекте стоять нельзя, мы чуть-чуть к дворцу подъехали. Здравствуйте. Добрый день. На победителей 65. Сейчас к замку подъезжаю, вот уже нажимаю завершить. И тут же прилетает заказ зелененький. С этого же места, вот где высаживал. А нифига я его не взял. Пускай коэффициента ждут. И вот только выехал, и снова коэффициент горит. Сейчас опять на линию выйдем. Ну, хоть плюс один, но все аж лучше, чем зелень. Это Яндекс подловить меня хотел, а? Но мы не настолько просты, как он думает. Давайте покажу вам обстановочку на дорогах. Ну, главное, понятно, они чистые. О, вот это нормально. К плюс, ну, полтора. Все-таки не самый высокий коэффициент, но это К плюс. Его приятно вести. В общем-то, проспекты, главные улицы почищены. Ну, там только на обочине немного посередине снег. А вот второстепенные, ну, так, местами. Местами нормально, местами не проехать. Местами машины все в каше стоят. Ну, вот как здесь, например. А, не, это еще чистое. Я такое вообще в грязном сугробе видел. Стояло. Так что, в целом, по улицам проехать можно. Ну, единственное, только во дворах тяжело. Я в некоторых прям буксую, чтобы выбраться оттуда. Ну, и пассажиры, на удивление, сегодня все спокойные. Как бы это так не сгласить. По мне, пусть лучше они спокойно, молча едут. И все. Мне как бы не нужны вот эти аттракционы, которые они устраивают. Также не забываем, что есть телеграм-канал Магистраль Жизни. Который у нас существует для комфортного общения и взаимовыручки. А также Магистраль Жизни есть теперь в каждом городе. Телеграм в поиске вбиваете, например, Гродно Магистраль Жизни. Или Бобруйск Магистраль Жизни. Заходите, будем общаться. А также ссылки будут в описании. До свидания. Добрый день. Добрый день. Чуть вылез. Вы знаете, что-то я засыпаю, не знаю, еду в каком-то тумане. То ли из-за этой соли, то что на окнах. То ли из-за того, что рано проснулся. Ну как рано, я где-то в 6 сперся. На полчаса раньше обычного. И дальше мне почему-то не спалось. Город просто светится весь. О, смотрите. Ну и у меня как бы включено все подряд, но пока заказа нет. А я результат могу предварительный показать. 18 заказов, 138 рублей. 160 километров. Я думаю, это очень хороший результат. Ну почти один к одному. Там 20 рублей не хватает. Но я думаю, мы их доберем. Куда? В лошадь. Отсюда. Ну ладно. Вообще далековато 16 километров. Так, на полчаса. Ехать, не ехать, я думаю. Наверное, я все-таки поеду. Мне часто помогает салон, который... Ну, бывают случаи. Еще не вредно. С наличными. Что такое? Те, у кого с наличными. А, с наличными? А я с наличными не работаю. А, ну... Я себя со всех сторон обезопашиваю. Ну, как раз было такое, что... Только с наличными, да? Ну, они же все равно по комиссию, скорее всего, платят. Ну, знаете, по-разному. Есть, работает. Не, ну я понимаю, если просто... Типа, больше упросят. По отменам никогда не предлагали явиться. А, ну это... Сами не попадали? Нет. Ну, как-то сами себе... Высказывали. Наверное, всегда по карте заказываются. Да, да. Ну, тоже как бы проблемы бывают. Даже вот заказываешь по карте, когда мы сейчас едем. Смотрю из окна машины стоит. Там было вот то, что она доезжает до... Прошло на заказы. В том же дворей и подъезжает. Стоит там, что-то, где-то не заканит. Ну, ладно, спускай, типа, подхожу. Ой, сидит. Типа, ну это вот прошло минут пять. Ничего. Спрашиваю. Ну, такой, ну, а там человек сказал, что он сейчас поднимется к себе на этаж и с ним вернется, деньги вернет. Типа, вот у него не было наличия. Все, я сидел, короче, так, еще минут десять. Я новое такси заказал. Не знаю, что закончилось. Возможно, никто не спустил. Ну, да, так и бывает. Ну, это одна из причин, почему я наличные люблю возить. Многие наличные возят, хотят деньги сразу. Получаются. Часто спрашивают, а как ты бензин заправляешь? Ну, типа, как ты заправляешься, если ты за наличные не работаешь? Тоже карточки. Ну, как бы, у меня всегда отложено на бензин на неделю. Ну, как бы, это логично. Я там раз в неделю расчет получил, я отсчитал, сколько мне примерно на бензин надо, положил, все, я их не трогаю. И знаешь, они на топливо. И все нормально. А некоторые почему-то этого не понимают. Типа, вот они одним днем живут или что? Сегодня наличных заработал, значит, заправился. Не заработал, значит, все. Не работаю. Может, отживет с этого денег до денег. Я сколько не планирую. Может, не знаю. Я просто, ну, вот сколько я работаю, уже скоро пять лет будет. Я работаю только по безналичному расчету. И, как бы, никогда проблем не возникало. Зато я никогда не переживаю, что мне не заплатят. Мне заплатят всегда. Что за подача, а? Это он уже намекает мне, что пора домой ехать. Яндекс.Перевок, что я работаю до обеда. Блин. Ну, зачем такие подачи? Четыре километра. Одна, вторая. Зачем? Зачем? Что ты хочешь сказать? Что здесь заказов нет? Здесь просто бомжатский район, наверное. Это лошадься. Не знаю. Ну, лично мне как-то тут не везет с заказами. Приезжаешь, вроде кэф горит. Обычно зелень какая-нибудь летит. Все ждут, когда зелень будет. О, вру. Плюс четыре, смотрите. Оказывается, я балабул на Энгельса. Отлично. Ну вот, плюс четыре. Нормальный же заказ, а? А то плюс два. И есть еще четыре километра. А здесь плюс четыре и семьсот метров подача. Так вот машинки чистят. Наверное, все-таки неправильно. Отметка на остановке стоит. Ну вот и я на остановке, на перекрестке. Рассказывайте, на какой вы остановке. Вы, короче, как в город ехать, да? Да, да. Ну, постойте там, сейчас я развернусь. Хорошо. Сейчас, через минуту. Ну, неправильно поставила. Не ту остановку. Черт. Да, это совсем удобное место выбрала. Да, ничего. Короче, долетался я. 20 минут осталось. Наш заботливый Яндекс отправил меня на обед на 30 минут. Я пока хоть стекла протер. Зеркала, а то видно, ничего не было. Нормально. Яблоко скушал. Блин, ну и холодно там. Ездишь по дорогам, смотришь, вот это слякоть непонятно. И складывается такое впечатление, как будто там тепло. А я вышел, мусор выбросил. Он недалеко, он до тех мусора. И моя головушка замерзла нафиг. Фу, хороший сегодня денек. Вот только три подряд заказа каких-то не очень хороших. На Чижовку он меня отправлял. Но не хочу я на Чижовку ехать. А он мне один на Чижовку, второй на Чижовку. И еще какой-то был, не помню какой. А, вот с подачи 4 километра и потом на Куприюча. Ну типа тоже через весь город. Так что теперь загораем. До выхода на линию осталось меньше одной минуты. 5, 4, 3, 2, 1, понеслась. Где же мой заказ? А вот и он. О, нормально. О, сразу нормальные заказы пошли. А то Чижовку мне какую-то. Добрый день. Валерий, 29. Советую. Где тут лучше? Ну, где точки стали буквально. Это она прямо, да? Здесь? Ну там. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. А это была красная лада. А до этого еще был Саша на Яшневом поло. Но, к сожалению, в кадр он не попал. Приветствую вас обоих. Ни одного зеленого пока я не провез. По-моему, да. По-моему, ни одного зеленого не было. Плюс один, два, три, четыре, пять. Вот такие вот. Сейчас плюс три прилетел. Все заказы фиолетовые. И это очень хорошо. Я уже почти двойную норму сделал. Ну, если меня сейчас домой закинет, то поеду домой. Но пока еще работаем. Так, что там? Второй, второй, второй. Пока никого нету, пойду в аду солью. Порядочек. Шлагбаум поставили? Который вам нужен? Да. Это орбита получается. 39. А, вот это все здание. Либо поменьше, либо побольше. Давненько не заезжал на орбиту. Там шлагбаум, оказывается, поставили. Но как бы 30 минут написано было, что можно бесплатно. То есть там, наверное, талончик берешь. Заезжаешь, 30 минут выезжаешь. Но раз девушка захотела выйти, то кто я такой, чтобы ей запрещать? Поэтому я туда не заезжал. И внезапно наступила тишина. А, ученический. Загородный я знаю, где вот ученический. А, на Буденного. 10 километров 20 минут. Плюс 5, да? О, ученический, оказывается, я не знал такого переулка. Ладно, поехали, посмотрим на него. Не, может быть, я по нему и ездил просто, что я название такое не помню. Вот сюда были на перекрестке на лево. А сейчас? Вот, нет, на этом перекрестке, который вот там был в шкодный переход. Мы приедем туда же, просто сэкономим время. Ну, и мне удобно. Не знаю, на сколько расчищали, чтобы там проехали. Везде не особо. Ну да, вообще кошмар. Спасибо. Шучучка. Ну, хорошего вечера. До свидания. Все, ребят, я думаю, хватит на сегодня. Последних вот царей я каких-то не дождался. Уже платные минуты пошли. А все, никто не выходит, не выходит. А, ну, ой, заказ отменен, отлично. Такое ощущение, что у них там прям масса желающих через весь город их вести. Ну вот теперь они, пускай у подъезда, постоят и подождут. И тем более я тут уже не очень далеко от дома был, километра 3-4. Сейчас я вам итоги подведу. Проехали мы сегодня с вами 250 километров. Средний расход 8,2. Вот я домой пока доеду, как раз будет 250. У нас сегодня с вами 27 заказов, 213 рублей. Как-то заказов очень много. А, это ж я эконом сегодня тоже возил. Я сегодня эконом вообще не отключал, просто из кэфа выезжал, заезжал. То есть манипулировал с выходом и входом на линию. И поэтому получилось столько много заказов. А по комфорту обычно меньше выходит. Надо, короче, в следующий раз комфорт возить. Топливо у нас вышло 20 литров. А в деньгах это 50 рублей 43 копейки. Так, далее у нас 250 пробега. Мы все-таки сошлись в среднем числе. 10 рублей за 100 километров амортизации. Это нормально. Поэтому 250 километров, это получается амортизация 25 рублей. Возьмем нашу кассу, 213 рублей. Это уже сумма с вычетом комиссии Яндекс. И с вычетом комиссии парка. Это минус 50 и 25 рублей. И выходит, что 138 рублей это чистыми мы сегодня заработали. А поработали мы с вами сегодня 10 с небольшим часов. Все, товарищи, на этом я завершаю. Вопросы и пожелания, как всегда, оставляйте в комментариях. Всем удачи и пока.